Приветствую вас. Вы знаете, я помню вас, если читал уже вам на вопрос, на другой, правда. Вот. Вмиг у вас такой достаточно запоминающийся. Вот. Значит, давайте я сперва отвечу вам на ваши вопросы, которые вы задаёте в конце текста, потом, значит, разберу весь текст. Значит, есть такое понятие как самодостаточность. Вы, наверное, о нём слышали. Так вот, это понятие самодостаточности не достигается путём практик, техник, источников, и не достигается путём работы с мыслями, потому что мысли – это ваши мысли. Вы находитесь в их, как бы, ну, не плену, а шаблон. Вы их шаблоне находитесь. Вот. И здесь, наверное, не мысли, а чувства, скорее. Понимаете? Вот. И момент здесь такой, что самодостаточность – это именно то, что воспитывается, это именно то, что вырабатывается, нарабатывается. Понимаете? И в таком случае много придётся читать из разных источников, и много лишнего будет всего. Понимаете? Поэтому, поэтому, ваше желание что-то почитать, получить какую-то практику, волшебное средство – нет, оно не работает. Оно не работает. В прошлом ответе, в прошлом вопросе, где вам отвечали мы, вы выбрали лучшим ответ человека, который сказал что-то про ваши отношения в семье. Вот. Чего вам не хватало, по-моему, от мамы, чего вам не хватало от папы. Вот. И… Вы выбрали его ответ лучшим? Я полагаю, что выбрали его, ну, как минимум, не незаслуженно, в плане того, что человек действительно указал вам на правильные вещи. И, соответственно, начинать нужно с семьёй. Смотреть, чего… Семьи, точнее, простите. Смотреть, чего вам не хватает. Что вы не можете получить, что, в чём вы нуждаетесь, какие базовые потребности вы, ну, как бы, не удовлетворяете, какие базовые потребности вы хотите удовлетворить. И пытаетесь удовлетворить их через, вот, иллюзии людей, сверхчувствительность и так далее. Вот. У вас уже есть элементы рационализации. Зеркальные нейроны, что-то там ещё, практики, техники, о которых вы говорите. Это рационализация. Вот. То есть, вы используете свои термины, свои ресурсы для того, чтобы объяснить. Здесь не объяснять нужно, а работать именно с чувствами. Понимаете? Это работа с чувствами. Например, я чего-то хочу и желаю чего-то. Я выбираю для себя способ это получить. Способ это получить для меня, ну, вот такой-то, 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 такой-то. Сейчас, как бы, не буду, значит, не буду говорить о том, конкретно, какой способ и чего, и какое желание. Но прежде чем приступать к реализации, о чём нужно подумать? О том, по факту. Какой будет результат? Какие будут у меня чувства? Что я буду чувствовать? А что я буду чувствовать, если не получится? Понимаете? А как бы я могла поступить по-другому, вот, чтобы чувствовать себя в безопасности, чтобы не разочаровываться, например? Понимаете? Вот. Это то, что вам нужно сказать. Но это чувства. Вот я что-то сделал, какие чувства испытала? С чем они связаны, эти чувства? Что я могу сделать, чтобы эти чувства выразить? Да? И поэтому здесь вам первое задание. Какие чувства вы себе подавляете? Почему подавляете их? И как бы, откуда узнали, от кого узнали, что эти чувства нужно подавлять? Вот. Понимаете? Это первое задание вам будет. Первое, что нужно сделать. Но это, видите, это не денег, это средство, психологическое средство. Подойдете, если подойдете к нему серьезно, то вот без преувеличения сможете лучше понимать, что вы хотите. Дальше. Вот вы пишете, что я по натуре очень чувствительный человек. Да? Что значит чувствительность? Чувствительность. С одной стороны, чувствительность – это интроекция. То есть, это интроекцирование на себя того, что вы получаете извне. С одной стороны. Отсутствие критики. Целостность усваивания. Отсутствие личных границ и фильтров. Восприятие. Ну, на это, подсвенную указывает то, что ваша мама зародила, зародила вас идею отношений с парнем со своим. ну, то есть, ну, с вашим вот парнем, которого вы сейчас добиваетесь, то есть, как бы, в норме, в норме, а вы бы на это даже бы внимания не обратили, в норме, в норме вы бы просто сказали маму, как бы, это моя жизнь, вот, спасибо тебе, конечно, но я сама разберу, сама посмотрю, сама выберу, выберу себе там мальчика, да, для отношений, вот, и все, то есть, как бы, в этом уже скроется некая проблема в границах, что вы готовы прислушиваться к маме, да, вот отсутствие фильтров идет, если мама выбрала вам кого-то для отношений, да, например, вот, то это, если вам человек, ну, если вам человек как раз понравился, что есть повод для беспокойства, ибо, а чем я отличаюсь от мамы тогда, понимаете? Чувствительность связана в том числе, и с тем, что вы подавляете свои чувства, ну, об этом я сказал, никакие зеркальные нейроны здесь ни при чем, это вообще не просто. Хорошее действие, который человек завершит ту или иную ситуацию, я расцениваю, как его качество характера, я ошибаюсь. Идеализация, вот, о чем вы пишете, да, идеализация, это что? Это детскость, это детское мышление. Идеализирую что-то, потому что мне внушили, что вот, что-то очень важное, да, то есть, что такое идеализация? Идеализация, это, вот, то, что внушили, то есть, я, ребенок как бы себе говорит, я должен этим восхищаться. Это детское мышление. Вот. Когда, когда родитель, например, что-то говорит, такое, что ребенку нравится, что вызывает у него позитивную реакцию, ребенок начинает, соответственно, идеализировать это, потому что это дает ему хорошее состояние, благополучие. Вот. Если родитель не перекладывает на ребенка ответственность, то есть, говорит, как бы, ну вот, ты что сам хочешь, вот что будет, то и будет, да, то есть, как бы идеализировать, обесценивать не нужно. Вот, вот, что будет, то и будет. Вот. Сделаешь это, будет это, сделаешь то, будет то, что ты выбираешь. Да? Вот. Когда нет какого-то, знаете, безусловного такого преувеличения одного и преувеличения другого. То есть, когда существуют полимеры. Наверное, что полимеров у вас нет. И нет полимеров у ваших родителей, у вашей мамы, точнее, в частности. Ну, я не знаю, есть ли у вас папа, да, то про папу ничего не говорите, если нет папы, то это, если нет папы, то отдельная, отдельная история. Вот. То есть вы, если нет папы, вы не прошли стадию формирования, ну, как говорят, эдипальную стадию, но это эдипальная, это для мальчиков, электоральную, электоральную стадию. Когда девочка впервые чувствует себя женщиной, это происходит с отцом. Если у вас этого как бы не было, то это ещё одна проблема. Женская модель поведения, и соответственно, размытие границ между женской моделью поведения и другой. То есть, ну, как бы, отсутствие грани, грани, между этими моделями. Вот, то есть, идеализация, это всё отсюда, это желание, это по сути интроекции. По сути интроекции. Беспричинность, грубо говоря. То есть, я идеализирую это, почему? Что, что, чего я хочу? Что мне нужно? Ведь я идеализировал, что, то что нужно мне. Я идеализировал, идеализировал, вот, поступок человека, почему? Потому что я хочу увидеть его, вот таки. Хочу увидеть его хорошим. Почему? Потому что, возможно, у меня есть установка, данная мне мамой, что, если человек делает это хорошее, то хорошее. Например. Например. Да? Вот. И с другой стороны, мне нужен хороший человек, чтобы он дал мне то, чего мне не хватает. Самой. Любви, например. Да? Например, там, безопасности, значимости и так далее. Так. Строятся иллюзии. Да? Иллюзии. Иллюзии, это всегда уход от реальности. Уход от реальности происходит тогда, когда человеку в этой реальности что-то не нравится. Вам в этой реальности что-то не нравится, что-то вас пугает. Что-то вам неприятно, что-то, ну, может быть, где-то травма была, может, что-то ещё. Вот. Дальше. Так. «Потому что многие мои мысли кажутся неприписленными, все надуманные». Надуманное, да. Но это надуманное продиктовано вашими желаниями. Вы говорите себе, да, что это лол, что это неправильно, что этого не должно быть, но желание-то есть. И вы действуете как параноик внутри себя. Желание есть, вы их постоянно обесцениваете, вы от них постоянно отмахиваете. То есть, если вот вы идеализируете других людей, а себя-то обесцениваете, то так обычно всегда бывает, чем сильнее я что-то идеализирую, тем сильнее я обесцениваю. Яркий пример, да. В семье одного человека, да, допустим, ну, не вас, а одного человека, превозносились, ну, например, социальные атрибуты. Да. То есть, говорили, что самое главное в жизни – это вот общество, успех, мода, там, положение. Ну, это я так самый банальный пример привожу, да. Вот. Каким вырос этот человек? Он идеализирует общество, идеализирует социум, да. По сути, он становится лидером в этом социуме, он становится лидером социума, он становится самым модным, самым красивым, самым успешным и так далее, и так далее, и так далее. Но! Это всё не он. Понимаете? Идеализация социума, то бишь, перфекционизм, да, перфекционизм, приводит к тому, что человек обесценивает себя. А обесценивает себя почему? Потому что для него в детстве это было единственным способом выживания. Чтобы получить одобрение его родителей и самых близких людей, ему нужно было, ну, как бы себя обесценивать. Он это делал, он это делал, чтобы получить одобрение. И он продолжает это делать всё время. То же самое делаете вы. То же самое. Вы обесцениваете себя и идеализируете других. Почему? Потому что был от ваших родителей такой посыл. И не важен, важны другие. Я пытаюсь зато зацепиться, найти в поступке, в словах, что это такое, чтобы меня убедило, что нет, он хороший, с этим парнем можно проводить отношения. Так. Чтобы меня убедило. Зачем? Что он хороший? Зачем вам это нужно? С этим парнем можно попробовать взять отношения. Зачем? Для чего? Отношения завязывают. Также меня смутило слово попробовать. Отношения не пробуют строить. Отношения строят. Но строить отношения не с хорошими людьми. Или с плохими. Это ещё один элемент детскости. Ну, то есть, детского мышления. Да? Не детскости, а детского мышления. Хороших и плохих не бывает. Понимаете? Бывают подходящие люди. Вам. И неподходящие. Бывают люди, с которыми у вас есть это общее. Бывают нет. Бывают люди, с которыми у вас есть притяжение. Бывают нет. Понимаете? У жизни бывает по-разному. Бывают случаи, когда у людей ничего общего, но притяжение есть. Это притяжение грамотные люди используют для того, чтобы это общее появилось. И тогда это получается одна из самых счастливых пар. Вместе с теми парами, у которых есть это общее. Вот. Но никто не пробует завязывать отношения, я имею в виду здоровая личность, не пробует завязывать отношения с людьми, которые кажутся хорошими. Потому что хороший человек – это оценка. А оценка всегда субъективна. И идеализированы, что-то говоря. Так. Вдруг не расстанетесь и не будет потом больно. Ну, вот, в принципе, один из самых ключевых моментов. Вы боитесь боли. Боль – это сигнал развития. Из боли нужно делать вывод. Как бы. То есть. Понятно, да? Если мне больно, значит я сделаю неправильно. Я сделал вывод, чтобы больно не было. Вы боитесь боли, соответственно, вы не делаете выводов, вы не развиваетесь. Если развиваетесь, вы как бы остаетесь в своем текущем положении. И вам кажется, что вы все больше и больше не приспособлены к жизни. Поэтому вы уходите в идеализацию. В иллюзию. Опять же. От кого-то вы приняли эту позицию. Что боль – это плохо. Что боли быть не должно. Уверенит, что ваша мама, она либо сама избегает боли и не развивается. Ну, я имею ввиду духовно, да. Либо она наоборот слишком много ей было больно. Она вас пытается уберечь от этого, но тем самым оказывает вам медвежью услугу. Так, значит, или это девочка и правда умная и интересная, с ней можно общаться и понравиться и быть лучшими подругами. Ага. Вы поймите, что если к 21 году у вас нет лучших подруг, да, значит, вы неверно выстраиваете отношения с людьми. Это значит, в свою очередь, что вам нужно искать друзей не по принципу «девочка умная и интересная». Это какая-то классовая модель восприятия окружающих, получается. «Ты умная и интересная, я с тобой буду общаться. Ты не умная и интересная, я с тобой не буду общаться». Ну, это просто очень, опять же, узкая позиция. Что общего между вами? Друзьба – это общее. Замечали, наверное, таких людей, когда люди внешнего совершенно не подходят друг на друга, ну, не подходят друг другу. Один, там, не знаю, богатый, умный, да, там, весь из себя, как бы, правильный, такой, порядочный, все, другой, там, наоборот. Обратно. Но они друзья. Почему? Потому что у них было что-то общее. Для дружбы что-то общее – это необходимо. Понимаете? Вот. А не ум и интерес. Выставляя эти требования, вы, по сути, реализуете свой страх близости. Вы боитесь близости, потому что у вас нет личных границ. Вы либо от человека полностью отдаляетесь, либо вы в нем растворяетесь. Личной границы у вас нет. Так что тут надо работать именно с личными границами, с правилами. Это ни в каких книжках не будет написано. Это именно работа с вами. Что можно по отношению ко мне, что нельзя по отношению ко мне, например. Что я могу сделать по отношению к другим, и какой ценой, и что я не могу делать по отношению к другим, и из-за чего. Дальше. Так. Значит, строю в голове сценарий, все время диалоги устраиваю, иногда даже не контролирую. Ловлю себя на мысли, ой, а все опять заслаиваю. Но эти диалоги я бы на самом деле поисследовал. То есть, где действительно то, что вы фантазируете, да, где звучат ваши родительские и прочие голоса, которые по сути указывают вам, что вам делать нужно. Вот. Я бы поисследовал данный аспект. Из-за этого я расстраиваюсь, что надежды ручатся, чувствую себя одинокой. Ну, смотрите. Вы расстраиваетесь, что надежды ручатся, да. Это безответственность. То есть, вы увязываете свою успешность, да, по сути, вот, только лишь с другими людьми. Вот. На себя личную ответственность вы не берете. Как бы. Если я счастлива, то другими. Далее. Чувствую себя одинокой. Одиночество – это не принятие себя. Вы себя не принимаете. Категорически. И у этого есть причина, по которым вы себя не принимаете. Что вы считаете в себе плохо? Что вы считаете в себе деструктивным? Что должны компенсировать, купировать другие люди? Вы просто вдумайтесь в это, что вы людям предлагаете взять и восполнить вам то, чего вас, по вашему мнению, нет. Потому и отношения не получается, что вы людей используете. Они чувствуют, что вы их используете и с вами на контакт не идут. Вот. Дальше. Ну, далее вы пишете, значит, достаточно здравые мысли. То есть, именно мысли, как бы, пришла вам здравая. Насчет того, что нужно идти в себе. Это так. Но. 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 Вы не знаете, как это делать. Да? То есть, вот вы говорите, хочу лучшего друга. Надо быть им самой для себя. Не самой им быть для себя. Не самой. Лучший друг. Вот вы хотите лучшего друга, да? То есть, вам он для чего-то нужен. Какое-то желание вы реализовать пытаетесь с его помощью. Какое? Как его можно реализовать самостоятельно здесь и сейчас? Знаете, ничего плохого нет в том, что вы хотите, друзья, это нормально, это все хотят. Но вопрос в том, что здесь и сейчас я делаю для того, чтобы реализовать то желание, которое определяет мою потребность в случае друге. Вот. То-то самое касается любви. Любовь – это принятие. Да? Принятие в себе. Опять же. Так, это очень трудно. Такие попытки себя убедить не очень помогают. Они не помогут, потому что вы не работаете за своими желаниями и чувствами. Вы не работаете над их выражением. Вы не получаете адекватной обратной связи от того, что делать. Это просто рационализация. Попытки убедить – это рационализация. То-есть, ничего хорошего за этим не стоит. Просто подменяйте как бы понятие, да? Одно в друге. И все. Так. В жизни все нормально. Да, трудно учиться, ибо диплом. Но все же неплохо. Слава Богу. Здорово. Дома никто не болеет. Все хорошо. Смотрите. Это родительская мысль. Родительская мысль. Родительский голос. Который заставляет вас стыдиться. Это не вы себя стыдите. Это как бы родительский голос у вас в голове проговаривал. Это стыдит вас. Отсюда и невозможно быть наедине с собой. Вы тут и начинаете грустить. Начинаете грустить. Вы себя критикуете, стыдите. Запрещаете себе хотеть. И выбираете приемлемый для родительской фигуры. Выбираете приемлемый способ реализации своих желаний. А это социальный элемент в данном случае. И все. Я не удивлюсь, если ваша мама, например, не приветствовала, когда вы действуете по своей воле, по своей инициативе. То есть, действуете как бы вопреки. Там еще какое-то слово было, по-моему. Как-то, в общем, не помню. Но вопреки. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Ну, не одобряла ваша мама. Вот помните, какое в детстве поведение одобрялась ваша мама. Какое. Вот. Возможно, и другая история. Возможно, и другая история. Возможно, ваша мама наоборот хотела, чтобы вы были индивидуальностью. Но делала она это настолько грубо, необтесанно, жестко, неуважительно по отношению к вам. И что и то по итогу у вас выработалось, выработалось, ну, что-то вроде отвращения. К этому. Вот. Ну. К тому, что происходит. К тому, что мама вам дала. И вы, так называемый, используете антисценарий. Вот. Антисценарий. Используете. Такое бывает. Да. Что же. Связано это, как произошло с тем, что родители говорят одно, но действительно не хотят совсем другого. Ну, и ребенок, соответственно, так себя ведет. Яркий пример этого, если вот позволите, да, перевести, это же человек, который все время опаздывает. Он все время опаздывает, он все время спешит. Вот. Он не успевает. Почему? Потому что в детстве ему говорили, давай спеши, скорее, 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 скорее. Вот он, как бы. И мы говорим, ты должен успеть. Мы все время готовим успеть. А в действительности хотели, чтобы он опоздал. Он опаздывает. Ага. Дальше. Так. Значит. Ага. Вот хочется любви. И чего вам хочется любви? Ну, почему хочется любви? Вот, вот, вот так, вот, вот так об этом говорите, да, что вот хочется любви, как будто это нормально. Понятно, что хотеть любви нормально и заботы хотеть нормально. Понятно. Но, как бы, в норме, в норме, человек, являясь, значит, как бы, принимающим себя и любящим себя, дает любовь другим. И другие в ответ дают ему тоже. И все, как бы, хорошо. У вас этого нет, соответственно, цепочки нарушены. Нарушено, да, и все. Ничего не происходит. Дальше. Значит, тут есть некий Саша, однажды сказал. Сказал это, он оказывается классный, он не хоризматичный, не понесли личные мысли. Ага. Значит, я потом строю себе иллюзии, растрачиваю себя на них, на попытки в реальной жизни что-то построить. Обнадеживость, почему так не при... и обнадеживость, потому так не происходит. А для чего это все? Вам для чего? Какой личностный смысл всего этого? И личностный он здесь. Извините, что так хаотично все. Вот опять обесценивано, да? Опять родительский голос говорит, ну что ты пишешь, как... Как не пойми кто, да? Так, есть семья одна, наши друзья, есть у них сын, старший на три года. Увышено, что мама посеяла в голове моей мысли. Вот, видите, перекладывание ответственности начинается. Мама посеяла в голове мысли. Мама посеяла. Да, мама посеяла, это мама. Мама. Сначала мне не очень-то понравился. Честно говоря, он... Такая защита вначале. Защита вначале. Нет, не хочу, опять боюсь. Вот. А потом я начал представлять, что вот и правда наша машина. Есть машина, будет копаться, пошел сценарий летнего вечера, когда мы отменемся, катаемся, счастливы. Уже записала свои будущие мужья. Ну и зачем это все? Зачем вам 21 год, мужья? А вот с тем, что вы представляете, надо бы поработать. То есть мне это представляется так. Ваше желание, да, вот чего хотите. Даем прожить. Рассматриваем отношения нескольких категорий людей в этом состоянии. Ну вот. Вот. Есть машина, будем кататься. Летний вечер, смеемся, катаемся, счастливо все это происходит. Вот. Далее вы выходите замуж за него, да. У вас, наверное, появляются дети. Что дальше? Ну вот серьезно, что дальше? Как вы себя чувствуете? Что вы чувствуете? Какое это чувство? Как относят другие люди к вам? Те, кто знают вас? Те, кто не знают вас? Родные, друзья, родители. Вот. Подумайте об этом. Просто представьте. Вы же хорошо представляете. Представьте. Вот. К чему это все? Итог-то какой? Понимаете? Какой вот, знаете, кульминация этого всего? То, что вы делаете, это все лишь подводка. Это все лишь подводка. Это все нагнетание, напряжение. А, разрядка, когда происходит? Когда вы чувствуете, что вот я на вершине? В какой момент? Дальше. Пытаюсь с осени добиться его внимания. Опять же. Чтобы что? Зачем? Жертвуя учебой, делами. Ага. Ну, здесь жертвенная позиция. Ваша, да. Получил от него эмоции. Здорово, здорово. Хочется еще. А для чего хочется? Начинается ломка. Ждешь, срываешь, запиши ему. Снова хочется больше близиться с ним. Для чего? Так, в принципе, всегда и в друзьях с парнями. Прошу вас, за помощь порекомендуйте, как над этим работать. Ну, в принципе, сказал. Как жить? В соответствии со своими ценностями. В соответствии со своими ценностями, с личными границами. Вот. Это если в общем. А так, как жить? Это вопрос сугубо индивидуальный. Каждый выбирается сам. Я понимаю, что проработав со своими мыслями, я же могу быть вполне самодостаточным, осознавать свои сильные и слабые стороны, если очень не хватает себе, а не других. Ну как? Ну и создайте список сильных и слабых сторон. Ага. Значит. Выпишите аргументы и источники, откуда вы узнали, что это сильная и слабая сторона. Вот. Почему вы считаете эти стороны сильными и слабыми? Вот. Значит. Ну. Отдельное внимание уделите именно источникам, то есть откуда. Отдельное внимание уделите. Дальше. Дальше. Антонимы. Каждый сильный и каждый в слабой стороне. То есть проявление слабости у сильных сторон, да? То есть как сильная сторона проявляет себя негативно, и как слабая сторона проявляет себя сильным. Понимаете, нет у человека сильных и слабых сторон. Нет. Есть вовремя, не вовремя, достаточно, недостаточно. А у вас идет перекос. Что вот эти стороны сильны, а эти стороны слабы. Эти стороны должны быть, а эти стороны быть не должны. Кто сказал? Откуда всё это? Из семьи. И судя по тому, что я вижу, да, ну это далеко не самая полезная для вас модель. Вот. Я просто хочу спросить, есть ли какой-то источник, где можно почитать про методы типа аутотрейнг, аутотрейнг и иные практики? Так в поиске прописывайте и всё. В целом я открыт ко всем рекомендации. Да в том-то и дело, что тут не рекомендации нужны, а работа, индивидуальная работа с вашими чувствами. Эээ... Вот. И, понимаете, потому что... Вы находитесь, ещё раз повторяю, в шаблоне своих мыслей. Вот. Вас надо выводить из зоны комфорта. Вы боитесь боли. О чем говорить? Или как, например, вы прочитаете про личные границы? Вот в книжке написано, да, какая-то инструкция по личным границам. Окей, здорово. А вы так скажете, ага, о, все, это мои личные границы. Они вам не подходят, да какая разница. Это же написано. Вот, и что это будет? Понимаете? Ничего хорошего не будет, на самом деле. Так что, если вы действительно заинтересованы в работе, то начинайте выполнять вот эти задания, что я дал вам, вот, и на консультацию. Консультация и индивидуальная работа. Вот. Ну, я не знаю, вы молоды, да, вам 21 год, ну, соответственно, умеют тут поработать. Может быть. Хотя бы. Пока что. Там дальше можно будет посмотреть, как и что. В зависимости от того, как пойдет и насколько у вас это все крепко следит. Вот. Вот так. Так-то можно много рекомендаций дать, но вопрос, вопрос в том, я скажу вам надо. 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 Нужно. Да. Вот. Ну так. А, ресурсы-то где? Ресурсы к тебе взяли. Понимаете? Так что смотрите, смотрите сами. Выбирайте. Выбирайте себе психолога и начинаете работать. Вот. Я посмотрел вас. Статус платиновый. То есть, идей консультации брали. Вроде бы, выбираете, ну, психологов, там, лучший ответ. Психологов выбираете. Вот. Кого выбрали лучших, например, в прошлый раз, вот, с тем можно было бы поработать. Почему вы этого не сделали, непонятно. Ну, если нет денег, например, да, то есть, ну, нет средств, ну, можно в психологический центр обратиться. Там бесплатно помогут. Вот. Смотрите сами. Короче говоря. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго. И удачи.